Инспекторы ГИБДД сегодня провели внеочередной рейд, ловили не нарушителей скоростного режима, а тех, кто перевозит детей без автокресел. А вы знаете, что вы только что сознались о нарушении правил дорожного движения? Внимание, дети! Экипажи ДПС сегодня дежурят возле аквапарка. Именно сюда приезжают целыми семьями. Акция проходит в августе, перед началом учебного года. Ребенок главный пассажир. Из 99 дорожных происшествий у нас 29. Это были дети-пассажиры. Именно, можно сказать, пассивные заложники ситуации. Нарушителей на этой парковке немного. Говорят, правила знают. Дети только в специальных креслах. О безопасности ребенка заботятся в первую очередь. Правда, не все. Трое рисковали своими чадами. Стыдно, конечно. Ну, блин, так получилось. А что случилось? Почему такая ситуация? Ну, охота была детей привезти в аквапарк. Ну, я же говорю, так получилось просто. Каждому водителю брошюра и напоминание об изменении в правилах. Использование бескаркасных устройств и адаптеров для ремней с 1 июля запрещено. Только в кресле ребенку безопасно. За счет того, что ремень широкий, нагрузка на тело распределяется равномерно, а давление уменьшается. В настоящее время дети до 7 лет на задних сидениях автомобиля должны перевозиться с помощью удерживающих устройств. К ним относятся и детские автокресла, и детские автолюльки. Дети после 7 лет могут перевозиться с использованием обычных штатных ремней безопасности. Ключица, ребра, таз. Именно в этих местах ремни должны фиксировать ребенка. Их разрабатывали под строгим руководством медиков. В случае ДТП плотная синтетическая лента удержит маленького пассажира в кресле, и жизненно важные органы не пострадают. Сергей Толмачев, Александр Поляков, Алексей Баженов. Новости ОТС.